Под это объявление к перрону прибыл опытный дневной поезд с девятью вагонами. Состав выехал из Харькова в Симферополь рано утром и к вечеру вернулся назад. За время поездки специальная комиссия проверила, как работает оборудование, насколько плавно и комфортно едет состав. На участке Харьков-Лазовая опытный поезд даже разогнался до скорости 160 км в час. Это быстрее, чем ездит сегодня самый быстрый в стране «Столичный экспресс». Когда состав остановился, осмотреть новые вагоны пригласили прессу. Автоматические двери, современная электроника, климат-контроль, просторные и удобные пассажирские кресла. Таким журналистам представили украинский дневной поезд нового поколения. Создали состав там же, где 10 лет назад «Столичный экспресс» на Крюковском вагоностроительном заводе. Новый поезд буквально напичкан электроникой. Даже вместо таблички с названием поезда – информационное табло. Сегодня такой состав единственный. Здесь заложены передовые идеи мирового вагоностроения. Конструктора приложили максимум усилий, чтобы сделать этот состав удобным для пассажиров. Очень мягкий ход, быстрая скорость. Часть вагонов приспособили для инвалидов на колясках. В первом классе есть салон для ВИП-пассажиров. Отдельно оборудована зона для багажа. Железнодорожники говорят, по уровню сервиса новый состав вполне может конкурировать с европейскими. Планируют уже в этом году выпустить его на маршрут. Для начала, для обкатки он будет ездить до евро на Киев. В период евро, конечно, будет ездить там, где будет пассажир, для того, чтобы обеспечить нам комфортную перевозку болельщиков. Сколько будет стоить билет в поезд нового поколения, на ИЖД пока не говорят. Но уже известно, когда именно можно будет проехаться в нем. Уже в начале февраля состав заменит один из столичных экспрессов на маршруте Харьков-Киев. На таком поезде добраться до столицы можно будет приблизительно за 4 часа. Андрей Кравченко, Алексей Жучков, Медиагрупп Объектив.